Скандал с коррекционным центром «Золотой ключик» прогремел на всю страну. Началось все с фотографии в социальных сетях, где ребенок связан, привязан к стулу, а рот у него заклеен скотчем. Сами сотрудники центра объяснили снимок так. Это запечатлено занятие с ребенком больным аутизмом. Якобы оно было направлено на ориентацию в пространстве и времени. И что это особая методика воздействия, применяется она везде и не наносит детям вреда. Между тем, учреждением заинтересовался и уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов. В своем блоге амбудсмен написал, что скандал может быть и надуманным, но в любом случае коррекционный центр должен быть проверен. При этом на защиту работников учреждения встали родители детей. Они написали коллективное письмо, в котором просят не закрывать коррекционный центр. Они считают допустимыми те методы, которые используют специалисты в отношении их детей. Об этом центре я могу сказать только положительное. То есть мне все нравится, как занимаются с ребенком, как к детям относятся. И я это могу сказать не просто по своему ребенку, я это могу сказать по всем детям, которых я вижу. Я была благодарна Богу, что появился этот центр и что мой ребенок может развиваться как-то. В защиту коррекционного центра высказалась также директор фонда социальной поддержки семьи и детства Наталья Коваценко. Только по официальным данным в Саратове проживает 145 детей-инвалидов. Это примерно каждый 68-й ребенок. А коррекционных учреждений для таких детей практически нет. Однако специалист считает, что методы, которые в своей работе применяют педагоги центра, давно устарели. И нужно пересмотреть подходы. То, что там произошло, я могу сказать, что большинство родителей считают, что это нормально. Потому что они не видят иного пути обучить своих детей чему-либо. Потому что, например, в Саратове у нас есть только один специалист, который занимается прикладным анализом поведения. Соответственно, всех детей она взять не может. Что я вам хочу сказать. «Золотой ключик» на самом деле это одна из очень немногих организаций, которые вообще работают с детьми-аутистами в Саратове. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!